В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем документальный проект «Дело Вагнера». Итак, 37-й год, первый арест. В процессе следствия было установлено, что Вагнер в 1935 году эсером Остапченко был вовлечен в состав контрреволюционной молодежной группы в городе Рязани. Он вспоминал, как прощалась с ним мать, как она его провожала, понимал, что больше они никогда не увидятся на перроне, когда их гнали. И впечатление было такое, когда вы смотрите фильмы о Великой Отечественной войне, где пленных наших гонят через строй немецких солдат с овчарками. Вот такая же ситуация, такая же картина была тогда, когда меня отправляли в 1937 году, грузили на Столыпинские те самые вагоны и отправляли в Сибирь. Он попал на Колыму в Магаданскую область в лагеря «Система дальнастроя НКВД» на открытые золотые приски. Работы там едва не оказались гибельными. «Тело мое отупело от боли, лежал в полузабытии. Неожиданно начали вспоминаться строки сказки о царе Салтане. Сколько часов пребывал я тогда в светлом раю пушкинского творения, не помню. Но то, что необычным способом ко мне пришло исцеление, это абсолютно точно». Это был каторжный труд. Обычно здоровый человек мог выдержать полтора-два года, затем превращался в доходягу и умирал от дистрофии. Как-то Вагнер, еле передвигая ноги, мёл двор. И должно быть своей беспомощностью привлёк внимание старосты, уголовника. Когда тот узнал, что перед ним художник, его лагерное существование переменилось. Двор за него дометал кто-то другой. Он же в кладовке рисовал портрет старосты. Потом портреты пожелало иметь всё лагерное начальство. Затем понадобились лозунги и прочая наглядная агитация. И всё-таки пять лет растянулись на десять. А вот эти рисунки его спасли в этих долгих годах Колымы. Когда он писал то, что видел, это ему давало опять возможность жить, существовать хоть как-то. И прекрасные вещи он здесь писал. Он всегда говорил, меня спасла на Колыме только вера в Бога и то, что я умирал рисовать. Вот это мои рисунки. И потом я стал преподавать начальнику лагеря дочери рисования. К концу срока заключения лагерное начальство, оценив талант художника, поручило ему оформление лагерного клуба. В 1942 году отбыл этот срок. В 1954-м амнистировано со снятием судимости согласно указу Верховного Совета СССР. Шла война, и выезд с Колымы был запрещен. По этой причине Вагнер вынужден оставаться на прииске имени Водопьянова в качестве ссыльного переселенца еще на пять лет. Только в декабре 1946 года он начнет свое долгое возвращение в Рязань. Этот путь занял пять месяцев. К тому времени из всей большой семьи он остался совсем один. Отец умер еще до войны, мать и брат погибли во время блокады Ленинграда. Еще один брат пропал на Украине. Осталась тетя, сестра его матери, опекавшая его всю оставшуюся жизнь. Когда, говорит, я приехал в Москву после Колымы, на несколько дней я понял, что мне, говорит, будет трудно в Москве и устроиться, и жить, поскольку это было сразу послевоенное время, где-то 49-й год. И буквально через несколько месяцев он остановился, он у Терновской, и через несколько месяцев опять за мной пришли. Я, говорит, чувствовал это. Постановили, что Вагнер Георгий Карлович за принадлежность к антисоветской группе сослать на поселение. То есть это было уже в 49-м году, 13 апреля. Это уже была повторная его судимость. А точнее, пожизненная. Ссылка в Восточную Сибирь. Вот была вторая волна. Вот прицепились. Ну, наверное, кто-то чего-то здесь, в коллективе. Вот когда он был арестован, то, конечно, он опасался вопросов об Ариадне Сергеевне Ефрон. Но узнал, что она стала очередной жертвой. Он увидел, как из ворот тюрьмы, как ее ведут по тюремному двору. Узнал, что она стала очередной жертвой, но никаких вопросов относительно нее ему задано не было. Долгожданное освобождение ссыльным принесла смерть Сталина в 1953 году. Но торопиться домой Вагнер не спешил. Он предпочел участие в сибирской экспедиции академика Окладникова, состоявшейся летом 1955 года. В результате появилась статья Вагнера об архитектуре приангарских сел. А собранные материалы послужили основой для будущей книги по старому якутскому тракту. В статье Вагнер отметил и проживание на территории приангария потомков-переселенцев из рязанских земель. Георгий Вагнер был одним из тех, чьи труды, к счастью, несмотря на биографию, политические взгляды, не только увидели свет, но и сохранились для потомков. В Рязанском художественном училище, например, с гордостью показывают не только его изданные книги, но и уникальные рукописи. Вот это самое ценное, что есть от него и от Эфрон – это вот этот альманах рукописный. Он был удивлен, что это все сохранилось каким-то образом. Я думаю, что вообще в училище в то время было два интересных человека – это он и Эфрон. Дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон, тоже не понаслышке знала о сталинских лагерях. Она попала туда за шпионаж. Спустя долгие годы Вагнер будет вспоминать и горько жалеть об одном единственном дне, когда Эфрон в исправительном лагере провели совсем близко от него, а он побоялся сказать ей хоть что-нибудь. В этом альманахе и есть странички о живописи, об архитектуре, об истории, даже о партии. И ничего нет о долгих годах в застенках тюрьмы. Впрочем, так ли уж ничего? Смотрите, это орнамент, но он сделан в виде колючей проволоки. Я думаю, что это очень-очень такой серьезный намек двоякий, потому что речь идет здесь о войне, о немцах, о конвоирах. Но, наверное, это было сделано по личным впечатлениям. А вот в этом уже, видите, здесь напечатано. Вот печатала это точно она, потому что существует фотография у нас где-то есть, когда она сидит в учительской на своем рабочем месте за пишущей машинкой. Она одновременно была и преподаватель, и секретарь. Это они сделали серию таких книжечек об истории архитектуры. Ведь он получил докторскую, звание доктора истории искусств за работу на Дмитриевском соборе Владимира. Достойно, величаво, с пользой, не потеряв чувство Родины, не потеряв чувство патриотизма. То есть весь труд его на пользу людям. В родном Спаске Вагнера вспоминают исключительно тепло, будь то друзья или музейные сотрудники. Вот, наверное, что-то все-таки в жизни символично. Наш музей носит имя с 98-го года, но 19 октября 1908 года родился Георгий Карлович Вагнер. Наш музей родился 19 октября 1918 года, то есть день в день через 10 лет. Вот в Спаске, кто бы его ни знал, и знал поверхностно, все о нем откликались очень большой теплотой. Это такой русский интеллигент, настоящий русский интеллигент, который одинаково внимательно и доброжелательно, и сердечно говорил с любым человеком любого уровня, хотя он был очень высокообразованный человек. Но, надо сказать, никогда этим не кичился. И, несмотря на статности, даже мужскую красоту, пожалуй, только взглядами отличался. Вагнер был просто обыкновенным человеком. В один голос говорят те, кому довелось узнать его ближе. Любящий муж, верный друг и талантливый художник. Вот такой простой, всего лишь балоневый плащ. Там льняной костюм, кепка такая же у него была. Вот сколько я его помнила, вот столько в этом нарядине он к нам приезжал. У него размер был прилично большой. И ноги очень больные. Вот такие туфли, конечно, тоже сохранились. Архитекторы и музейные работники Рязани и города Спаска помнят ту кипучую активность, которую ученый проявлял во время подготовки к торжествам, посвященном 900-летнему юбилею Рязани. Никогда не забывал ее в годы гонений, испытаний, неблагополучное время. Почти в каждом письме его обширного пистолярного архива строчки о Рязанском крае и Спаске. В 1960 году выходит первая книга Вагнера «Старые художники и архитекторы Рязани». Художественным оформлением занималась лично его жена Александра Николаевна Терновская. А еще 20 лет спустя Вагнеру достоит золотой медали Академии художеств Советского Союза. Здесь вы видите что-то перечеркнуто, зачеркнуто, опять подписано, вставлено. И так работал, конечно, настоящий ученый. О матери художника, так и не дождавшейся сына с каторги, сегодня напоминает сразу несколько уже уникальных и раритетных вещей. Несмотря на то, что по меркам истории времени прошло всего ничего. В нашем музее есть очень интересный экспонат, очень старое издание Рубинштейна «Демон. Фантастическая опера». Эта книга принадлежала Кире Владимировне Кожиной, или, можно сказать, Вагнеру, маме Вагнера. Она была лучшей ученицей Рахманинова и аккомпанировала частенько в кинотеатре, тогда он назывался «Вулкан», приходили немые фильмы, и под именно ее аккомпанемент озвучка такая была. Так вышло, что к старости художника из всех его родственников в живых осталась только племянница, которая проживала с ним до последних дней. Не очень любезная, не очень общительная и напрочь лишенная понимания важности памяти о самом Вагнере, в один голос констатируют все наши собеседники. Ей проще выбросить личные вещи легендарного дяди, чем передать их в любой из музеев, где их бережно сохранят для потомков. Близкий друг Георгия Карловича, известный рязанский художник Виктор Иванов, до сих пор вспоминает, как на одном из юбилеев преподнес Вагнеру букетик полыни с родных лугов. И как растрогал юбиляр этот скромный, непонятный для постороннего взгляда подарок. В конце 80-х летом Вагнеру удалось еще раз побывать в родном селе Исады. Мы его провожали к Красной Горке, шли за ним, и он чувствуется с волнением, чуть не спотыкаясь, шел к этому месту на Красную Горку. И мы, не доходя до обрыва, все остановились, и он к этому обрыву шел сам один. Ни разу не повернувшись, стал обрыв и долго смотрел вдаль. Осенью того же года он прислал землякам в Спаск деньги на реставрацию храмов. В сопроводительном письме писал, посылают деньги на дело нужное и богоугодное. Половину на ремонт восстанавливаемой церкви в Исадах, вторую половину на реставрацию Спасского храма. Даже и этот душевный порыв многие восприняли как вызов. Впрочем, кому? Павел Васильевич Кирюхин, коммунист, и однажды шепчет, представляете, а по-моему, Георгий Карлович Сауш очень бога верит. И в церковь что-то ходит, и все. Это было вообще, ну, с вами представляете, 80-е годы. Конец 80-х, начало 90-х годов, когда все мы еще атеисты. Решением Малого Рязанского городского совета народных депутатов от 19 июня 1992 года Георгию Карловичу Вагнеру было присвоено звание «Почетный гражданин Рязани». В последние два года жестокие страдания причиняли многочисленные болезни. К этому времени он перенес более 10 операций на горле. В 1994 году его положили в госпиталь. После этого постоянным рабочим местом стало большое кресло у письменного стола в его кабинете. Вагнер ушел 25 января 1995-го. Последним пристанищем художника стали не родные Спасские просторы, а Ваганьковское кладбище. Его до сих пор называют величайшим ученым, исследователем и историком искусств. И нигде, даже вскользь, не упоминается о том, что Вагнер был изменником или предателем Родины. Как, впрочем, не обсуждается и само определение его Родины – Рязанская губерния. Вагнер был реабилитирован Президиумом Рязанского областного суда от 26 октября 1956 года. Дело производства прекращено за отсутствием состава преступления. За этой короткой фразой десятки лет огромной, сложной работы сотрудников управления ФСБ. По иронии судьбы сегодня именно они снова и снова изучают личные дела и восстанавливают истину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова